всем привет с вами ваш переводчик асул хан и сегодня у нас наконец-то реакция фила на новую песню димаша в нормальном качестве с нормальным звуком уже прошла неделя как фил сделал реакцию поэтому я думаю уже пора уже можно переводить всем приятного просмотра с новым 2022 годом с новым 2023 годом и добро пожаловать на наш канал надеюсь у вас был шикарный был и был и был и был с новым 2023 годом я надеюсь у вас был шикарный новый год и шикарное рождество надеюсь вы провели это время семьей надеюсь вы в добром здравии и хорошо провели время желаю чтобы этот год был самый успешный для вас и для ваших близких димашь 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 наконец-таки опубликовал новое выступление которое называется я думаю это переводится как любовь в тебе в отличие от банального я люблю тебя чтобы это не было это переводится как-то так и это что-то совершенно новое в новый год вместе с димашем так давайте оттопырием ся погнали этот человек выглядит как монте-кристо граф монте-кристо и и и и и и и и Ох, ёлки. Димаш поёт оперу. Да что бы Димаш не делал. Это вообще не суть. Мне кажется, меня пробило бы на эмоцию, даже если бы он просто пожарил яичницу. Вот если бы он просто пожарил яичницу, я бы орал как потерпевшие. О боже мой. Просто гляньте, как он управился с этим яйцом. Что бы он ни делал. Опера. Вообще барбер, что он там делает. Я уже думаю настолько во всём этом. Я его фанаточка. Или болельщик. Я настолько его фанат, что это уже стало для меня проблемой. Похоже, что по какой-то причине у него зелёный экран. Какой же у него голос. Это глубина. Вот это низы в его голосе. Как же глубоко он копает. Я думаю, это было глубже, чем Марианская впадина. Кажется, это называется Марианская впадина. В общем, я имею в виду самое глубокое место в океане. Да какой там, он поёт ещё глубже. Эти слова и его вокал. Это ж... Это не похоже на голограмму. Что лучше, чем один Димаш? Два Димаша. Да ладно вам. Мне понравилось, как он появился весь такой белый. И я уже вижу здесь некий замысел. Когда дело доходит до любви, я думаю, здесь всё сводится к понятиям добра и зла. Но только здесь он изображает тёмную сторону любви и светлую сторону любви. Представленную в белом цвете. Тёмная сторона, соответственно, в чёрном. Тёмные времена, светлые времена. Я не уверен, что на сцене есть место для третьего. А может, здесь будет три Димаша? Думаю, здесь вот такой замут. И кажется, здесь он поёт на итальянском. И оба наряда просто поразительные. Ну и его голос. Да что вам говорить. Смотрите, как Димаш тщательно рассматривает себя. Типа, я хочу заценить, как поёт вот этот Димаш. И он стоит вот так. Стоит вот так, смотрит на себя и думает. Надеюсь, этот хрен поперхнётся. Извините за выражение. Продолжим. Да уберите вы свои телефоны. Ну ёпы, рассе-те, смотрите на это. Боже, они как фламинго. Димаш пошёл туда. Димаш пошёл сюда. Стоят со своими телефонами. Завязывайте. Опустите свои мобилы. Вы же даже не смотрите на него. А он поёт перед вами. А может, его там и нет. Может быть, это голограмма. Больше похоже на это. Но пользуйтесь этим моментом. Покиньте свои шестидюймовые экраны. Покиньте свои шестиди. Это голограмма. Я наконец-то нашел того, кто может петь так же хорошо, как Димаш. Вот он, второй Димаш. Только он может его перепеть. Я не буду говорить, что он поет лучше, чем Димаш. Ну ладно, ладно, скажу. Этот парень поет лучше, чем Димаш. Вот этот в белом поет лучше, чем Димаш. Мы наконец-то нашли кого-то, кто перепоет Димаша. Давайте продолжим. Мне нравятся эти голограммы. Не знаю, не знаю. Этот парень звучит даже лучше, чем два предыдущих. Ну ладно. Я думаю, мы нашли третьего человека, который может перепеть его. Официально мы нашли двух людей, которые поют лучше, чем Димаш. Вот этот парень в красном и вот этот парень в белом. Как вы видите, замысел здесь таков. Даже не зная, о чем они поют. Понятно, что это история любви. Здесь много эмоций. И тут к бабке не ходи. Добро, зло, страсть. Ведь любовь может быть страстной, трепещущей. Я про горячую сторону любви. И вот она явилась нам с вот этим голосом. Еще более прекрасным, таким танцующим, вьющимся. Первая, красивая, сказочная сторона любви — это Димаш в красном. Димаш в черном, который пел глубоким, низким голосом. Он как глубокая, темная пустота, в которой все отдается эхом. И этот парень в белом, представляющий светлую сторону любви, поэтическую сторону. Вот такая вот история. Я, конечно, не знаю, какие там слова. Но я просто попытался раскрыть смысл. Вот как-то так. И что может быть лучше, чем два Димаша? Три Димаша. Что может быть еще лучше? Продолжим. Четыре Димаша. Их тут уже четверо. И этот парень лучше трех остальных. Погнали! А вот он в живую, это Димаш в оплоти. Он так любит вот эти движения Майкла Джексона. Ему так нравится вот это. Вы же знаете, он обожает Майкла Джексона. Рекрасно. И опять Майкл Джексонские штучки. Субтитры делал DimaTorzok Эти три голографических Димаша, где каждый поёт по-своему. И потом это всё смешивается и добавляется четвёртый слой. И чтобы получить такую идеальную синхронизацию, это точно не плёвое дело. Очень легко ложануть и тупо не попасть в ноту. Но он же профессионал, он себе такое не позволит. Это звучит чудесно, прям до мурашек. Вот оно влияние Майкла Джексона. Блин, как же сильно он любит Майкла Джексона. Сказочно Волшебно Эффект эхо Возвращаемся к тёмной стороне. Понимаете, о чём я говорил до этого? Обратите внимание. И послушайте Димаша в... В чёрном. Его голос настолько глубокий. Настолько он тёмный. Его голос звучит прям мрачно. У Димаша в белом чуть больше жизни в голосе. Но он также повествует историю о... Не могу сказать боли, потому что тёмненький. Чёрный Димаш, он больше олицетворяет боль. А здесь у нас история... Это как триумф мысли. В любви. И когда все они вместе. Этот Димаш в красном, который привносит пыл. Он добавляет этот деликатный элемент. Чем является страсть и чем является огонь, который подчёркивает это? Факт в том, что сюжет завязан на трёх этих слоях, где три различных персонажа. И он добавляет ещё одну сторону, когда поёт вживую, используя поп-стиль. Так что и опера, и поп-стиль, который он исполнил, абсолютно великолепны. Великолепны. Но хэй. Йок-макадёк. Как я уже говорил, этот человек, это впечатляюще. Я полагаю, это часть концерта. Я не уверен, что они позволят сделать мне реакцию на весь концерт. Но это видео уже и так достаточно долгое. Это было просто эпично. Мне понравилась креативность и сам замысел всего этого. Ребята, напишите, что вы думаете об этом. Надеюсь, у вас всё хорошо. Скоро увидимся. Люблю не могу, ни болеть, ни стареть. Пока. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всех люблю. Всех обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok